всех приветствую мои родные любимые сердцем дорогие христолюбчики и братцы и сестры во христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого доброго светлого чистого радостного мирного в сердца в дома в души в умы семьи во всей сфере вашей жизни чтобы все у вас было хорошо мы с вами продолжаем цикл монологов моих лекций моих видео о йоге во христе или йога глазами христианина христолюбца в частности началось все весь этот цикл с комментарием елены хотя мне неоднократно писали спрашивали ну как все обещал но не доходили руки что говорил побольше о христианстве запишу роликов когда-нибудь и до йоги доберусь когда-нибудь и до мусульманства доберемся до и до буддизма и до всего 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 но вот сейчас записываем о йоге достаточно пространное видео но комментарии елена был следующий он был вопросительный вопросительный дима как-то относишься к практике йоги могут ли христиане заниматься восточным искусством на этот на эти вопросы будем с вами постоянно отвечать в каждом видео ну и сегодня у нас с вами девятый шажочек 9 добродетель по первой пути по первой степени по первой ступенечки йоги а точнее яма йоги первая ступень девятый шаг это метахара умеренный аппетит вы знаете я вот нашел этот сайт и как вы видите теперь им пользуюсь и буду продолжать пользоваться на википедии как я вам показывал вы убедились не все есть статьи много пропусков и непонятно кто пишет играл с одной стороны хорошо но с другой стороны это и плохо да случайно мне попался этот сайт конечно в свое время я все достаточно тоже я вам рассказывал о себе достаточно глубоко изучал сейчас я уж не помню где и там что тоже тогда тыс к информацию ну вроде бы вот неплохой сайт он с таким словарем как видите есть все понятия какое пока я не в клику и везде его нахожу и достаточно я даже жалею что не сделал этого раньше потому что то о чем я говорил вот помните воздержание там было вот это терпение там прям было то что я предполагал чего не видел википедии о том что это и даже больше там было чего я мог бы что я мог бы еще сказать прокомментировать так что ну лучше поздно чем никогда у нас с вами заканчивается только первая ступень степень поэтому давайте знакомиться по этому сайту с йогой и комментировать так у нас сегодня с вами не тахара не тахара строгая ну по википедии в принципе было написано умеренный аппетит я думаю вы тут все это я вам на экране специально показываю чтобы не только мне доверяли но и проверяли но и на этом сайте метахара строго регулирую регулирование питания практикующий должен всегда помнить что пища предназначена для поддержания и питания тела а не для усложнения вкуса удовольствия от вкушения и удовлетворения желаний он должен сформировать привычку принимать надлежащую пищу в нужном количестве и в назначенное время они пока не потакать требованиям ума и вкуса йогин должен придерживаться вегетарианство и так далее за исключением тех практик когда их нарушение используется в ритуальных целях давайте начнем опять тогда уже но как вы видите это разные источники вообще этот сайт принадлежит некоему йогу его друзьям его единомышленникам и вот вы видите в принципе я так понял у него классика жанра что первое такое определение всегда идет из некоего труда надха йогу да но может быть тоже разные я особо не анализирую и не хочу честно этим заниматься неважно будем читать то что мы читаем и это анализировать и комментировать я вам уже в начале в предисловии об этом много сказал что естественно там точно также полно разноречий разномыслей в йоге как и в любом мировоззрении неважно религиозным или даже нерелигиозным здесь мы видим это в принципе опять же его вот скорее всего потому что даже авторство иногда мы с вами видели я читаю все что есть да это лишний повод просто поговорить и неважно если человек и другой их напиши нет я вот этого не придерживаюсь но нет и нет будем читать на конкретном сайте так что никуда мы от этого не денемся на это сделай делайте как правильно выразиться скащение да давайте начнем вот все-таки снизу по поводу вегетарианство я не знаю что здесь имел ввиду автор но если он пишет что йогин должен придерживаться вегетарианство и так далее за исключением тех практик когда их нарушение используется в ритуальных целях я конечно с этим категорически не не согласен осуждаю и этого человека который это написал и его мнение если он действительно имеет ввиду то что я понял а я понял что он подразумевает что если некий какой-нибудь религиозный как раз ритуал подразумевает убийство какого-либо животного то это можно сделать убийство даже причем непонятно в каких целях то ли в целях питания действительно пусть в целях питания судя по метахаре по контексту который мы с вами читаем я категорически против этого никакой религиозный культ его обряд не имеет права забирать жизнь живого чувства и существа вот если это любой йог исповедует если это исповедны все йоги то это конечно же зло я его осуждаю ни в коем случае я сразу отвечу на вопрос елены параллельно что такое йога если вот это вот йога все ее направления если каждый йог это исповедует этого придерживаться то он негодяй и злодей да он творит злой беззаконие никакой ваш ритуал придуманный человеками не имеет права забрать жизнь живого чувствующего существа естественно как я отношусь к этому резко категорически отрицательно какие угодно эпитеты еще прибавьте все будет суть одно естественно я категорически запрещаю даже не то что рекомендую запрещаю этим кому-либо заниматься это зло никакой ритуал он сам в своем предложении пишет все это ритуалы заключение про актер когда их нарушение какое-то нарушение разве заповеди бытия заповеди божьи это какие-то писанные правила разве это не закон бытия то есть мы представляем мы попали в такое небесное царство все хорошо все любят друг друга и бац опять богу понадобились какие-то же жертвы или вдруг я какую-то практику придумал и опять стал убивать опять стал от кого-то огораживаться так что это конечно же бред если йога йогизм это исповедует мне жаль йогов я это не исповедую это конечно же исповедует псевдо христианство до ветхий завет иудаизм мусульманство это зло бог не изменяем бог есть абсолютная любовь так что по поводу вегетарианство веганство веган должен стать раз и все и до конца веков вечности каждый человек но по поводу и да я общаюсь этой метахары не согласен как с добродетелью то что выдают буддизм это строгое регулирование питания я против строгого регулирования питания практикующий должен всегда помнить что пища предназначена для поддержания питания тела они для усложнения вкуса удовольствия от вкушения и удовлетворения желаний как мы с вами уже в принципе говорили на эту тему я категорически против такого миропонимания кто хоть капельку понял мир капельку понял бытие тут понял что жизнь она создана для радости и удовольствия и счастья и наслаждения когда мы с вами разговаривали я не помню все эти названия да буду говорить своими языками то все эти ступени югизм я не запоминаю мне не интересны эти слова не собираюсь имени жонглировать не манипулировать не вообще употреблять своем жаргоне мы раз их проходим я естественно буду говорить простым человеческим русским так как я русскоговорящий человек языком чтобы меня понимали русскоязычные конечно же и причем я христианин и буду больше употреблять христианских таких вот именно если уж на то пошло узкопрофильных слов хотя эти слова употребляются во всем мире и понятны потому что те слова которые мы с вами используем читая о йоге как вы видите просто непереводимые слова вот и все у них есть там скажем русский перевод по идее надо выражаться по-русски и мы с вами уже в йоге читали о воздержании да причем о воздержании даже действительно удовольствие и наслаждение тогда я сказал и сегодня еще раз повторюсь что конечно же испытать себя должен каждый человек и вот как раз на примере сегодняшний добродетели так называемые шаги поступения яма метахари мы с вами опять убеждаемся что в этом вопросе лично я с йогами но как из псевдо христианами уж не говоря об остальных религиях да там исламе и иудаизме я вообще не согласен и общечеловеческими разрядами что там животных можно убивать да ради похоти своего чрева то есть это вообще табу полный запрет тут речь никакой не может и по поводу вот этого вообще метахарии вернее так правильно скажем я в своих свободных речах уже говорил сейчас я пытаюсь впихнуть просто вот все в йогическую эту добродетель конечно же вот по поводу питания давайте я сразу скажу как христианин то что я не раз говорил кто меня давно слушает но кто-то может быть впервые попал на это видео с питанием все очень просто ты можешь есть все что ты хочешь кроме трупов убитых животных и продуктов полученных посредством их их эксплуатации всех животных продуктов второе ты ешь столько сколько тебе нужно а это очень легко понять вот тут есть внизу чуть ниже грузии груди есть живот очень понятно причем он первый начинает расходиться все люди с ожирением девяносто девять и пять десятых процентов это люди сами себя доведшие до ожирения об этом говорит вся мировая статистика и даже если потом этих людей людям ставят такие диагнозы как диабет там и прочее прочее это только после того как они довели себя до этого состояния вот тут вот все сразу видно много ты съел или мало много у тебя отложилось или много или мало все сразу видно во первых если будешь есть здоровую пищу веганскую ты уже таким не будешь это раз уже то что веганская пища самим богом придумано что действительно можно вкушать даже если ты чуть присытился до переел это не сильно отразится на твоем организме плюс все это полностью человеком перерабатывается все это полностью благо для человека все что ты потребляешь веганскую пищу она вся особенно если это пища цельно плодовая как ее называют это целиком овощи и фрукты надо отказываться от всего от этих всех соков любые экстракты любая эссенция как ее называть любые все эти выжимки раздробленные продукты в них нет ничего хорошего продукты все надо есть целиком бог не просто так придумал в этой клетчатке во всем вот когда ты ешь яблоко и пьешь этот яблочный сок понятно что вообще про химию мы молчим да даже если ты натурально сам дома выжил из фруктов и выкинул всю мекину там вот эту ничего хорошего ты не получишь ты только себе можешь вред нанести потому что это тот концентрат конечно ты стакан сока яблочного слегка выпишем вы представляете сколько яблок человек потратил чтобы этот стакан выжить и сколько выкинул и ты бы когда попытался съесть эти яблоки ты бы даже съесть не смог но ты из них выжил причем половина ты выбросил в одном фрукте или яблоки овощи или крупе находятся помимо вещей каких-то определенных там если в химию вдаваться есть вещь которых разлагают и так далее так далее которые вместе как-то там гармонирует который тоже тебе нужны и полезны и когда вы все вот эти концентраты употребляйте ничего хорошего в этом нету надо потреблять все продукты максимум цельными ладно там нет возможности раз жизни ладно там не получилось ладно вы где-то там в гостях а так этого нет никакого смысла делать надо есть целиковые овощи и фрукты крупы и все что там есть орехи все надо есть целиком в яблоке в семечках есть дневная я вот яблоки ем мне ничего не остается вообще все фрукты я полностью их съедаю там в семечке и вы пробовали семечки яблоко раскусить это же йод живой тебя прям вкус такой на во рту все в одном яблоке дневная норма йода у нас все рак щитовидной железы ешьте яблоки с огрызками целиком причем целиком его съедайте там все полезно в том числе косточки и все вот эти которые там шалушка есть она чистит желудок чистит кишечник до самого конца да все бог не просто так придумал можете даже палочку съесть ничего страшного все это человеку полезно вот поэтому конечно же я всегда когда проповеду о еде я редко это делаю потому что тут сюда более просто качество количество и периоды еды три критерия с качеством понятно это веганское питание другого быть человек просто не может с количеством вот сюда посмотрел чем когда-то объелся он все равно вспухает но если у тебя после сна на следующий день ничего не свалилось и ты видишь вообще изо дня в день и потихоньку теннете нести тебе надо поменьше жрать и по поводу количества раз в день я говорю от опыта потому что я тоже много что испрактиковал изведал опытом в принципе без разницы можешь есть один раз в день понемногу если тебе так лучше это никто не может урегулировать это никак не понять это не важно во сколько ты ешь ты прям по часам бац и пошел на кухню 12 дня ты пошел кушать там обед час-два там обязательно завтрак такой и то-то-то у тебя по поводу веганства до никогда не заморачивайтесь по поводу того что у тебя там тут и тут и тут и тут и тут и тут и на тарелочке все должно лежать все это чушь в одном продукте в одном помидоре есть все что вам надо в день все как раз вот и ошибки вот этих всех кто за зоживцев до здорового жизни ошибка всех если вот это йоги все исповедуют они считают в том что они верят той же самой ты лживой науке потому что наука на самом деле ничего вообще не знает и ничего не понимает в основной своей массе на 95 процентов а то и на девяносто восемь наверно все вот эти аминокислоты весь вот этот бред интеллектуальный который медицина якобы выдает за правду все это чушь ничего она не понимает она не видит этих процессов вообще от слова совсем бог придумал так что человек может жить питаясь с одним хлебом одним фруктом одним овощем все остальное как раз вот к чему мы сейчас подходим все остальное бог разнообразие все бог создал как раз для радости глаз ушей мы вкуса нюха тактильных ощущений и поэтому переходим вот дальше ну по поводу количества сказал да тоже это все не будьте вот этими фарисеями ешьте когда хотите приблиг вам нравится вам три раза в день питаться питайтесь что-то где-то еще чаек попили не будьте законниками это не сделает вас святее запомните три вещи качество количество и время все но будьте в этом свободны кроме конечно качества игру это веганство да а там будьте свободны и злой мы вообще никогда не берем тюнт� и нет никакой свободы нет свободы на skeletу сбирать добро и зло ну когда ты сбираешь зло не рассчитывая на свободу что ты буша от зла вкушать добро дал те есть свобода избрать между добром узла на злата вкусишь злой от добра добро Таков закон быть и я. Не думаю, что ты свободен избирать зло и получить обратно благо. Нет. Поэтому зло мы сразу отодвигаем. Я имею в виду в добром. Да, веганская пища. Будьте свободными. Не загоняйтесь никогда на это. Ваше здоровье не от того, что вы питаетесь. Вот в этом плане, я надеюсь, уже понятно. Да, я не говорю о плохом вообще. Я беру о хорошем. И вот в хорошем это вообще не важно абсолютно, что вы едите. Ешьте, что вам нравится. Одному нравится помидор, другому огурцы. Кто-то без тыквы жить не может. Кто-то без мандаринов, кто-то без апельсинов, кто-то орешки обожает. Кто-то их терпеть не может. Кто-то ест эти грибы, кто-то нет. Это вообще без разницы. Не заморачивайтесь на эти дорогие веганские там продукты, питание какие-нибудь. Там тофу, если вам это отродить не сдалось. Если это не растет в вашем регионе, где вы живете, Бог не предназначил, чтобы вы это ели. Я всем говорю, я живу в центральном Черноземье. Никакие у меня бананы на деревьях. Мне они не нужны. Мне никакой пользы от них не получу. Даже мандарины мне не нужны, потому что растут они лишь только максимум, минимум в Сочах, в Абхазии. Там где-нибудь на самом юге Краснодарского края. Все. Все остальное Бог создал для радости жизни, для радости вкуса. И поэтому, когда мы с вами читаем вот такое вот все, что мы сегодня читали, практикующий должен всегда помнить, что пища предназначена для поддержания питания тела, а не для усложнения вкуса. То есть, я должен полностью перефразировать эту фразу, проповедуя христианство. По крайней мере, то истинное христианство, которое я сам исповедую, сам по нему живу и другим благовествую. Практикующий должен всегда помнить, что пища предназначена, как и все остальное в мире Богом созданное, для усложнения вкуса, удовлетворения от вкушения и удовлетворения его желаний. Потому что все это создал Господь для радости жизни человека. Вот и все. Все очень просто. Проще некуда. И как мы с вами уже говорили, единственное, что я считаю, каждый в жизни человек, особенно христианин, который прочитал Евангелие, увидел путь и учение Иисуса Христа, должен пойти, естественно, по его заповеди, его путем, по его стопам. А он прошел испытания в пустыне, и каждый должен это пройти. Неважно, я говорю, семейного человека. Нет, в своей виде, в своей интерпретации вы можете пройти эту пустыню. И вот эти вот воздержания, действительно, вот это все должен, можно применить, но на некий определенный срок, чтобы познать себя. Сегодня я уже не буду повторяться то, что я там сказал. Человек сам поймет, когда он себя познал. Он скажет, да, я понял. Да, я могу. Да, я могу. Ради чего? Я потренировался только для того, что когда у меня этого не будет, особенно, когда вот именно у меня этого не будет, я не буду роптать, и тем более, когда это нужно будет кому-то. Да, я привык так жить, в таких-то удовольствиях. Завтра у меня у ближнего нужда. Ему надо 10 моих зарплат, все мое сбережение. Я отдаю и живу по-другому. Потому что там ты из пустыни вышка, ты поймешь, а зачем ты все это? Зачем тогда жизнь? Я живу в пустыне, да, с одними камнями. Зачем тогда жить? Человек создан для радости, для счастья, чтобы любить и быть любимым. А любовь проявляется в делах, именно в доставлении кому-то радости, счастья. Как ты доставишь счастье и радость, не удовлетворив его вот этих богом данным, ему чувств, вкусы, зрения, слуха. Каким образом тактильных ощущений трогать, обнимать, целовать, заниматься секисом? Каким образом? Зачем тогда жить? К чему все это? Дальше хлеще будет, конечно, мы с вами пойдем по ступеням. Вот это все, да, соединение с Брахманом, мы, конечно, с вами пройдем. Да, христианство тоже говорит о единстве с Богом, но каком? Вообще, кому открывался Господь, кто знает его природу, его сущность, не только через свои тактильные чувства, тот знает, что Бог есть абсолютной радостью, любовь и счастье. Кто был в присутствии Бога, как это говорит, тот знает, о чем он говорит. Я был, я знаю, я говорю, я всем об этом рассказывал. С этого началось мое покаяние, Бог мне открылся. Я знаю, что это абсолютная радость и счастье. И какая разница, я напрямую это от Бога получаю или получаю от Него косвенно через то, что Он мне дал, и сам же, как и написано во всем Писании, все от Него и Он все подает. Вы когда детям, вы только напрямую их радуете или косвенно тоже пытаетесь всячески там и деньги им переслать или еще как-то, вы и так и так участвуете? Вы только тактильно их гладите и так их радуете? Или вы им сладости кормите, дарите вкусную пищу, да? Вы играете им, поете, да, как колыбельную еще с детства? Разве вы только какой-то один вид удовольствия дарите? Или просто от созерцания, что вы находитесь? Ты говоришь ему ребенку, созерцай меня, как божество, да? И в этом, что ли, вся радость жизни? Вы своему ребенку дарите радость через все возможные чувства его, через которые он испытывает и получает эти удовольствия. Вот и все. Поэтому я, конечно же, заканчиваю этот ролик. Что такое йога? Если йога – это метахара, и это то, что мы сегодня с вами прочитали, это не просто практика, да, испытание себя в отречении от всех удовольствий, а если это просто какое-то зомбированное хождение, как паровозик по рельсам, ты, да, до конца жизни и веки вечны, вы поймите, христианин здесь должен стать таким, каким он хочет быть в вечности. Мир вокруг себя созидать таким, как он хочет, чтобы окружал его в вечности. Я не хочу в веки вечности питаться по часам, как зомбированный, да, ой, все, минутка пролетела, я бегом, да, я весь терзаюсь. Где свобода? Где радость того, что ты свободен? Есть только вот столько, и не получать от этого неудовольствие. Зачем тогда есть-то вообще? Вот, то, конечно же, я с этой практикой метахара не согласен с этим путем, с этой так называемой добродетелью. Для меня это никакая добродетель не является. Более того, через призму того, что мы сегодня еще увидели, что я можно от вегетарианства, пусть он пишет, от веганства я больше скажу, расширя, да, отказаться ради исполнения каких-то опять практик, культов, обрядов, чего-то внешнего, ты можешь вдруг принести кого-то в жертву. Это вообще ты можешь забыть тогда о том, что ты все, что ты делал, делал понапрасну. Ты не йог, ты обычный убийца. Вот и все. Вот, естественно, что такое йога мы сегодня узнали. Если это вот это, это печально. Если это исповедуют йоги, естественно, я сам против этого и настоятельно никому не рекомендую. А если была моя воля, мои ученики, я бы запрещал всячески прикасаться к такой практике, да. Пожизненного какого-то там, да, вкушения одного пресного, да, какой-нибудь лепешки, который тебя тошнит, может, еще и с какашками, как любит там. Вы знаете, все это вот, конечно же, отголосками, кто знает, похоже и на аскетические учения тех же самых ортодоксальных, православных, католических сег, да. Что вот они там тоже подвязались в полном себя упряжнении, да, там, как ангелы. Они типа там летали уже чуть ли не на небесах, только из-за того, что они там ущемляли свое чрево, дальше некуда. Там один сухарь в неделю вкушали. Все это ерунда. Это абсолютно ложные практики. Они ни к чему хорошему человеку не приведут. Нет никакой вообще святости. Это вообще не святость. Это невеликая добродетель в том, что я... Не то, что я там разожрался и действительно целыми днями лопаю и все подряд, и убиваю животных, и без меры, и не вовремя, и все на свете, да, и обжорствую, никому не уделяя нуждающимся. Это, конечно, зло. А когда ты в меру, вы... Как они вот интересными собираются? Я говорю, в чем тогда радость собраний тогда будет? У тех же самых йогов, да, у христиан, как я много раз говорил, кто вот такой вот бред исповедует, да. Потому что там есть такое же и старческие эти учения, якобы, да, и аскетические, монашеские. Это все ерунда. Это все не имеет ничего общего с истиной. Истина – это Бог. Бог есть любовь, радость, мир, счастье, да, удовольствие, наслаждение, как хотите. Это все Бог. И вот здесь ничего божественного нет, ничего истинного. Поэтому я, конечно же, такими практиками не рекомендую, а была бы моя воля, я имею в виду... Ну, так, я шучу, конечно, насчет учеников, да. Ну, в общем, я бы запрещал. Это негодное учение, которое разрешает вдруг отступать там от веганства, да, есть по часам и без всякого удовольствия и наслаждения. Я считаю это абсолютным бредом. Субтитры создавал DimaTorzok